Надежда Потапская Прихожу и что-то делаю на Томсуэрфесте В Самаре открылся девятый Томсуэрфест Фестиваль восстановления исторической среды придумали и впервые провели в нашем городе в 2015 году Сейчас он проходит в 79 городах и в некоторых селах России Встреча участников фестиваля прошла во дворе дома купца Кожевникова, который известен как дом с часами Каждый старый дом, он индивидуальный, он уникален Он представляет собой какую-то очень, ну свою что ли, ценность Да, вот дом с часами, например, это дом легендарный, он овеян, легенды Еще эти легенды знала моя бабушка и мне в свое время рассказывала Поэтому, если бы мы его лишились, это, мне кажется, было бы очень горько для города В открытии девятого сезона приняла участие глава Самары Елена Лапушкина В 2020 году уникальный объект был спасен от сноса благодаря конструктивному диалогу общественников, историков, экспертов и администрации города Теперь этот дом у нас находится в реестре вновь появленных объектов культурного наследия И теперь активисты фестиваля Томсуэрфест не просто красят дома, но работают уже с реставраторами Я думаю, через определенный период времени этот дом будет одним из символов, визитной карточкой нашего города Для всех желающих провели мини-экскурсию по дому Внутри остались лепнины на потолках, две израстовые печи и деревянные часы Они всегда показывают одно и то же время, 12.40, и не случайно По легенде, это время смерти дочери купца, которая умерла Атифа Однако в 2017 году краевед Игорь Махтев отредактировал эту легенду У Кожевникова не было дочерей У него было четверо сыновей, но у старшего сына Прохора была действительно дочь Звали ее Александра, и 14 июля 1780 года она погибла Погибла она от удара половой доски на стройке В доме Кожевникова волонтеры в прошлом году уже начали наводить порядок Убрали мусор, затянули ленты опасные места, сняли пленку с фасада Теперь на очереди ремонт здания Этот дом требует гораздо большего внимания, он в плохом состоянии Здесь нет жильцов, здесь нужно работать с конструктивом Здесь нужно привлекать много профессионалов И не все можно сделать чисто волонтерскими усилиями Вот это как раз сложно, это вызов, это какой-то новый этап Посмотрим, что из этого получится Также во дворе уже появилась беседка-мастерская с верстаками для восстановления наличников Чайная зона и амфитеатр для лекториев И это только начало, рассказывает волонтер Валерий Григанов Он проводит экскурсии по Самаре, а в свободное от работы время помогает делать наш город лучше Мне, как с точки зрения экскурсовода, хочется, чтобы было что-то красивое На что люди могли приехать из других городов посмотреть Когда ты знаешь историю города, ты чувствуешь с ним связь Соответственно, ты бережнее относишься и к тому, что есть сегодня Стать волонтером и внести свою лепту в преображение города может любой желающий Для этого нужно написать в официальную группу фестиваля в соцсетях Ксения Баканова, Константин Головин, События